Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 9 июня. И так как я все еще высаживаю свои томаты, мне некогда полив в теплице без капельного полива, без капельных лент. Расскажу очень быстро. Я уже рассказывала, как я поливаю в теплице, где у меня капельная лента. Я ссылки на это видео скину, чтобы не повторять. Вы, если хотите, посмотрите. Но здесь у меня, видите, вон капельные ленты еще все лежат, потому что тут была рассада на продажу. Я высадила здесь намного позже. Вот эта половина высажена, что-то еще даже не высажено здесь. И так как капельного полива здесь нет, я поливаю в ручном режиме. Как я это делаю? Я это делаю так же, как делала много лет до этого, до того, как у меня не было капельного полива. Конечно, поливаю просто из шланга. Вот сейчас я пришла сюда высаживать последние томаты. И в это же время у меня происходит полив, пока я здесь. Просто кладу шланг в лунки. У меня там углубление. И вот он льется, наливается, продвигаюсь и продвигаю этот шланг. Конечно, я все знаю. Я знаю все принципы полива, что нужно поливать теплой водой, что нужно то-то, то-то, то-то. Но иногда соблюдать эти правила у нас нет условий. Как я всегда говорю, жизнь вносит свои коррективы, и мы делаем иногда по-своему. Поливаю так много лет, с тех пор, как у меня появились теплицы. И хотя говорят некоторые, что в теплице так поливать нельзя, что земля горячая, вода холодная, это будет стресс. Никаких негативных последствий я не вижу после такого полива. Потому что я еще раз говорю, много лет так практиковала. И лишь первый год в прошлом году у меня была капельная лента. Вода у меня из шланга, из подземной, как он называется-то, подземный источник, артезианский, вот этот, ну, качает насос. Все, вода холодная, можно сказать, ледяная. Но так как теплой воды у нас нет, я с самого начала начинаю вот этим поливать, и в открытом грунте им приходится такую воду принимать от меня, и здесь тоже. Самое главное, как бы мы не поливали, хоть это будет капельный полив, хоть это будет полив из шланга, Самое главное, это что мы должны соблюдать и что мы должны знать. Мы должны знать, какой любят полив томаты, то есть они любят обильный, но редкий полив, через день их поливать не надо. И я вот поливаю, у меня лунка один раз нальется, впитается, я потом возвращаю шланг, кладу еще раз, чтобы земля хорошо, хорошо, хорошо пропиталась, и мне хватает на неделю, ну, на 5-6 дней. У нас сейчас снаружи везде два дня лил дождь, все хорошо смочено, а здесь до того пересохло, потому что он дождь, то дождик, то солнце выглянет, то дождик, то солнце выглянет, и здесь, конечно, хорошо просыхает земля, поливать нужно обильно. И мы должны знать, когда, как поливать. Вот сейчас я почему поливаю сильно-сильно, вы видите, наверное, что уже здесь и томаты, и цветы, и вот в этой фазе, когда растение совсем маленькое, только мы высаживаем, конечно, ему нужно меньше, я бы в луночку налила и ушла, налила и ушла, и второй раз я уже не проливала бы. А так как вот они вступили в фазу массового цветения, в фазу плодообразования, ну, хотя бы те, которые я уже высадила, видите, тут уже висят томаты, поливаю очень-очень обильно, вы видите, как у меня здесь даже осталась такая, как озерцо. Я вот сейчас уйду дальше в другие лунки, это озерцо впитается, и хотя бы я буду уверена, что 5-6 дней я смогу сюда не заходить. Даже если верхний слой какой-то вот небольшой высохнет с земли, казалось бы, сухо, но туда заглубив палец внутрь, я все равно почувствую, что там влажная земля. Я делаю так, поливаю обильно раз в неделю, прям сильно, холодной водой из шланга. Я знаю, что это неправильно, и я никому не советую повторять за мной, конечно, если есть условия поливать теплой водой, это нужно делать. Когда поливать? Ну, лучше всего, конечно, в первой половине дня, потому что если вот такую сырость оставить на ночь, то это тоже не очень хорошо томатам. Наверх стараюсь я их листики не трогать, потому что они не очень любят полив по листу, хотя на улице я поливаю их и сверху, но здесь я их, если есть возможность, то берегу от такого стресса, они не любят холодной водой по башке им когда даем. Все, вот это полив. Поливаю попросту, как вы уже поняли, вообще весь огород в виду очень просто, без всяких заморочек, без всяких заковырок. Вот как есть условия, так и поливаю. Раз у меня здесь нет теплой воды, взять неоткуда, но где я возьму столько теплой воды? Поливаю из шланга. Томаты к этому готовы, они мне это прощают, потому что знают, что я их люблю. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это полив теплицы без капельного полива, самый-самый простой, из шланга, из водопровода.